получился вот такой тапочек уже один я пришила хочу показать как я это сделала такая подошва взяла специальную подошву она для шлепок продается но идеально выглядит очень понравилось обычно ставят микропорку но здесь заказчиком заказчик так захотел и мне очень понравилось хотела показать какие-то делала у меня нить вощеная плетеная черная под цвет подошвы удобно плетеная нить потому что она не так рвется она более прочная она лучше красивее смотрится ну в общем это самая лучшая нить которая которым можно прошивать чтобы покажу в этом тапочки вот это вот видная часть ее нужно сделать более-менее постараться сделать ее аккуратно поэтому я как видно вот здесь вот немножко прорисовала мелом чтобы было видно куда мне положить нить внутреннюю прорисовывала я мелко ну и примерно вот так тоже здесь сейчас прорисую именно видную часть вот как видно тоже прорисовываем просто с целью как бы не то чтобы это сильно было прямо одинаково но с целью сделать ровные стежки так как у меня проблема с ровностью то я себе сделаю лучше пометочку ну и по мере где-то здесь около видно где-то пять с половиной шесть сантиметров здесь тоже где-то пять с половиной шесть в общем то одинаково также хотела сразу прошивать мы будем ниткой и чтобы тоже были равномерные стежки ну вот здесь не знаю видно не видно она как бы не очень заметно за счет того что такая ребристая поверхность но все же нужно сделать одинаковый стежок стежок будет где-то полтора сантиметра на валенках делают может быть немножко меньше но так как это тапочки то такой необходимости у меня есть специальная ампулка для рисования на коже чем она хороша тем что вот я отмечала и она легко прямо пальцем вытирается чтобы потом но вот видно такие пометинки вот я пальцем прошлась все вытерлось замечательно и я могу тогда поставить первую точку вот так примерно я шью где-то 5-6 миллиметров от начала подошвы ставлю первую точку и таким образом намечаю каждые полтора сантиметра вот видно наверное да каждые полтора сантиметра я делаю пометки сразу делаю разметку сразу делаю разметку либо постепенно либо сразу у меня с глазомером дело туго поэтому мне лучше сделать таким образом три четыре с половиной ну и дальше перемещаем полтора три четыре с половиной таким образом будет удобно это делать ну вот я сразу ставлю на четыре с половиной отмечаю три полтора вот так где то так примерно так сколько нам нужно нити нити нам нужно обернуть где-то два два с половиной раза вокруг нашей подошвы вот таким образом мы меряем вот один раз отмеряю две длины две длины и немножко ну и половину одета почему так лучше пусть останется нить чем не хватит и будем потом дошивать мы сэкономим 30 сантиметров а потом сделаем себе лишнюю проблему как прошивается берем так как я сказала уже где-то 5-6 миллиметров протыкиваю про хожу и немножко чуть выше подошвы прохожу внутрь и зацепляю за петельку вот видно да зацепляю за петельку и вытаскиваю вытащить мне нужно ту нить которая свободная целях экономии нити одну часть я не отрезаю и пошли дальше шить крючок если я шью от себя то и крючок от себя ну и в общем то прокалываем потом вытаскиваем у меня проклеен тапок вот видно да что тапок приклеен так как это полиуретановая подошва то клеим и до смоколом на эрит не клеит и поднимаем вверх и захватываем чуть чуть выше а здесь уже так как мы сделали такую линию стараемся попасть и попасть вот в эту линию чтобы ну шов был аккуратненький потому что как я показывала его будет видно и поэтому лучше максимально его сделать аккуратно пробуем где пальцем она пальцем она слышно где появится крючок поэтому мы можем отрегулировать вот он у меня появился накидываем на крючок петельку и протаскиваем наружу продеваем ту нить которая у нас свободная из-за сильно плотно затягивать не надо чтобы не порезать подошву но и в то же время нужно перетянуть так чтобы место сцепления было внутри 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 войлоке ли ну либо в подошве ну чтобы здесь она не торчала и здесь вот мы сделали так вот первый стежок дальше по нашей разметочки мы идем протык протыкаем подошву вверх поднимаем так как у меня это тапочек и он уже полностью свален и не будет доваливаться то я не не сильно так как у меня и губы здесь практически нет бортика такого то получается что я не сильно вверх поднимаю крючок но опять таки можно смотреть по надобности допустим если в этой части мне нужно больше втянуть я могу где-то миллиметра на 2 выше поставить крючок вы поднять крючок над уровнем подошвы и как бы втянуть туда тапочек если у меня ну тогда он прямо так войдет туда если у меня допустим мне не нужно скажем так как бы уменьшить размер или сильно его туда втянуть то я тогда могу делать по краю для того чтобы то что иначе я могу и уменьшить размер я могу сдавить его туда ну и вот мы буквально таким образом чуть выше видно вот чуть выше я беру протыкаю и здесь вот я стараюсь вот видно да попасть чуть чуть не попала назад попала практически в линию делаю крючок петельку вернее на крючок одеваю протягиваю нить свободную и пришиваю таким образом вот мне вот так получается дальше крючок наружу я шью в сторону пятки вот у меня здесь метка я протыкаю подошву потом поднимаю вверх и и пробую где у меня здесь воде мне нужно вот эти опять я не туда прошла мне нужно чуть-чуть вот 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 сюда вот я попала в линию петельку одеваю и протягиваю нитка очень качественная очень хорошая шить одно удовольствие она не цепляется не расслаивается за счет того что она ващеная она держится вот получается вот такая аккуратная внутри как бы строчка вот у меня здесь метка прокалываю подошву потом поднимаю вверх видно и прокалываю а здесь не спешу здесь мне нужно ощутить вот где мне нужно вытащить этот крючок для того чтобы получилось весьма и аккуратно и вытаскиваю сюда продеваю сильно затягивать не нужно она видно что здесь и так хорошо затем но и слабо нельзя потому что будет некрасиво некрасиво цепляться плохо пришита так вот моя пометочка раскрутился немножко крючок сейчас его такой самодельный крючочек держит полчик прокалываем вверх поднимаем немножко выше и а здесь нужно нам попасть вот в эту линию вот вот она вот она притягиваем притягиваем продеваем свободную нить затягиваем таким образом пришиваем полностью всю подошву вот у нас как красивенько идет красивенько красивенько дальше прокалываем эти у меня здесь подошва она без бортика поэтому я просто в подошву прокалывая проколола отогнула тапочек и поднимаю вверх и тут уже я прокалываю мне нужно понять вот я над пальцами пальцем примерно держу и я чувствую где упирается мне в палец сквозь войлок крючок я понимаю что там где нужно тем более если я еще и прорисовала ровную линию линию по которой мне нужно шить то мне тогда легче сделать ровненько чтобы это было аккуратно чтобы это было красиво вот как ровненько красиво шикарно дальше дальше так и шьем прокололи поднимаем вверх а здесь я не хочу сильно то есть если я сильно буду высовывать крючок и захватывать то я могу немножко его как бы уменьшить у меня такой задачи нет потому что тапочек в идеале в идеале по сантиметрам данной ноги которую мне надо по заказу поэтому если у вас получилось тапочек немножко ну чуть-чуть может там пару миллиметров или пол сантиметра больше то вы можете его немножко как бы в подошву вместить за счет прошивки мне этого делать не нужно более того я боюсь забрать нужные мне сантиметры миллиметры поэтому я стараюсь делать так чтобы так как я уже не буду мочить и не буду даваливать этот тапочек то я просто прошиваю по краю вот мы так и шьем получается вот так аккуратно здесь тоже вот у меня получается аккуратненько дальше покажу как я буду заканчивать и потом еще покажу у меня здесь будет декоративный шов в тон нить у меня есть декоративный шоу будет служить еще тому чтобы обычно тапочек когда человек одевает то может сюда наступать на эту часть и чтобы этот бортик сохранился я сделаю здесь дополнительный декоративный шов но он же будет и шов крепления задника но это будет следующем видео обязательно покажу как это будет выглядеть это будет выглядеть и красиво и практично ну вот таким образом прошиваем полностью до конца весь тапочек вот я здесь еще сделаю пометочки себе а потом они вот лёгенько вытираются хотя можно и ручкой это делать так как у меня есть и он лучше видно чем ручка и хорошо прямо рукой вытирается как бы даже не не проблемно на этом все пока потом покажу как закрепить ниточку вот такой тапочек получился вот так вот прошили получается вот очень красиво то что я говорила когда я рисовала пометочку себе мелочком что помогло мне сделать ровненький такой шовчик вот мы уже прошили полностью уже тапочек сел у нас на подошву и хочу показать как закончить вот у нас получается две нитки 1 там 2 внутри вытаскиваем нить которые внутри вытаскиваем ее наружу зацепляем петелькой так как мы и шили вот и вытаскиваем завязываем на узелочек 1 и 2 вот у нас получилось две ниточки узелочек теперь нам нужно это все дела спрятать теперь сквозь тапок продеваем прямо к нашему узелочку одеваем петельку и протаскиваем у нас получилась такая петелька вытаскиваем и как бы затягиваем чтобы исчез наш узелочек а теперь прошиваем прячем зигзагообразно прячем нашу ниточку внутрь войлока продеваем в толщину прямо там где у нас выходят ниточки также как шьем протаскиваем очень просто все делается протаскиваем вот мы спрятали дальше теперь в эту сторону так как у нас здесь утолщение даже то будет удобно это делать и опять секундочку заплуталась я отрезала нитки чтобы они не сильно мне мешали не были сильно большие так вот получается вот таким образом и когда человек не видно когда девают то не видно и сейчас тоже прямо вот из-под низу с под низу сделаем вот и прямо тоже практически дырочку вот прямо сюда же делаем петельку захватываем нитку и протаскиваем ее все финиш все сделано красиво закрыто все здесь не вытащится ниточка никогда все красивенько можно даже через подошву еще и и забрать можно даже высоковато взял петелька у нас тут не пересекалась вот так вот нужно сделать вот так вот вот все теперь здесь обрежу все готово а дальше покажу как я буду делать швы крепления и они же будут отделочные швы